Распространить 1% ипотеку на все дома, кроме деревянных. Такое предложение прозвучало сегодня на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Ввод жилья должен осуществляться в срок. Глава региона поручил руководству профильного окружного ведомства усилить контроль за графиком выполнения работ на строящемся 10-секционном доме по улице Авиаторов. Освободить от снежного плена. Александр Цибульский обратил внимание мэра города на необходимость уборки от снега не только центральной части Наринмара, но и его окраин. Вынужденные каникулы. Учебные заведения округа закрыты на карантин, который продлится неделю. Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирины Нижалова. В понедельник в Наринмаре открылся межрегиональный форум «Права человека в арктическом пространстве. Современные вызовы и опыт регионов». Для участия в нем в столицу Неницкого округа прибыли более 20 региональных омбудсменов. Несмотря на то, что государством создан объемный комплекс мер поддержки для реализации прав человека в условиях арктического пространства, современные вызовы приводят к изменениям правозащитного механизма. Межрегиональный форум стал площадкой для поиска ответов на вопросы развития правового пространства в Арктике. Нам вообще, Ненинскому автономному округу, выпала большая честь принять у себя на территории представительное собрание людей, представляющих сегодня, наверное, наиболее востребованную и острую тему, а именно права человека. О правах человека и благоприятных условиях проживания людей в Арктике говорили не только региональные омбудсмены, но и федеральные и местные органы власти, а также представители институтов гражданского общества, образовательных организаций и прокуратуры. Жители Российской Арктики должны быть уверены в экономической и социальной перспективе региона. Они не должны быть оторваны от культурной, социальной и общественной жизни всей страны. В Российской Федерации сформирована законодательная база, обеспечивающая и гарантирующая права коренных молочительных народов Севера, представляющая собой комплекс законодательства федерального и регионального уровней. Эти правовые акты позволяют регулировать вопросы жизнедеятельности коренных молочительных народов. Они гарантируют права коренных молочительных народов на сохранение и развитие своей культуры. Руководитель секретариата, уполномоченного по правам человека Российской Федерации Илья Чечельницкий сообщил, что в аппарат омбудсмена в прошлом году из регионов Арктической зоны поступило порядка 2000 обращений, на 350 меньше, чем годом ранее. Тематика обращений, по его словам, соответствует общероссийской. Социальные проблемы, жилье, своевременность выплаты заработной платы и образование. Для немецкого автономного округа вопрос образования тоже имеет приоритетное значение. Создана очень мощная образовательная система на местах, но есть перспективы для ее развития и в плане развития дистанционного высшего образования, и в плане развития системы классического высшего образования, потому что очень важно, чтобы молодежь немецкого округа имела возможность учиться и получать в том числе и среднее, и высшее образование, не выезжая за пределы региона. А здесь это позволит сократить тот возможный отток молодых умов. Арктические регионы отстают по важным показателям уровня и качества жизни от других регионов России. По словам уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любови Анисимовой, сдержать отток населения из северных территорий поможет законодательный акт о развитии арктической территории. У нас по Северо-Западному федеральному округу одна из самых низких средних заработных плат. При том, в всем остальном уровне инфраструктурного развития, уровне предоставления и стоимости предоставления обязательных услуг медицинских, образовательных и так далее, у нас происходит, несмотря на многие наши усилия, отток населения с территории, причем нашей территории, территория исконного традиционного проживания населения. Необходимость формирования особой государственной политики в отношении северных регионов обусловлена негативным влиянием активной хозяйственной деятельности. Она предусматривает системные меры по сохранению самобытной культуры, языка, ремесел, промыслов и исконной среды обитания. Возникает немало проблем, вызванных противоречиями норм природно-ресурсного права и законодательства о коренных малочисленных народах. Как следствие, лучшие угодья нередко достаются коммерческим организациям, которые начинают диктовать свои порядки, а общины коренных народов получают участки по остаточному принципу вдали от мест традиционного проживания. Достоянием общественности не раз становились ситуации, когда от действий промышленников страдали интересы общин коренных народов. Возникали споры относительно отторжения значительных земельных, лесных и водных угодий. По словам Валентины Сганич, решить возникающие проблемы коренного населения поможет государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2020 года. В течение двух недель все доклады омбудсменов с учетом поправок будут систематизированы в сборник. Александра Литкова, Владислав Москин, Телеканал «Север». Очередная 49-я сессия окружного собрания депутатов перенесена на пятницу 20 апреля. Сегодня в администрации округа состоялось последнее прецессионное заседание постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. В частности, были рассмотрены поправки в закон об 1-процентной ипотеке. На минувшей сессии депутаты в первом чтении приняли закон, согласно которому возраст домов, включенных в программу льготной ипотеки, увеличивается до 35 лет. По мнению парламентариев, внесение изменений в закон будет способствовать увеличению предложений на рынке жилья и снижению стоимости квадратного метра. Таким образом, большие жители округа смогут воспользоваться возможностью купить жилье по сниженной ставке. Кроме того, предполагается, что будет снижена нагрузка на бюджет округа, так как понадобится меньше средств на строительство нового жилья. Мы договорились, что это будут дома возрастом до 35 лет, с целью поступления на рынок более старого и одновременно более дешевого жилья. Естественно, исключается возможность предоставления кредита для приобретения с помощью бюджета средств квартир в домах, признанных аварийными или подлежащему сносу. Мы считаем, что это компромиссное решение, которое удалось достичь, и прошу поддержать этот законопроект. По моей информации, поправок между чтениями не поступило. Рассматривается в рамках второго чтения. Главный финансист округа Татьяна Лагвиненко предложила внести поправку в закон в части определения конструктива домов, которые можно приобретать по 1-процентной ипотеке. По ее словам, необходимость внесения таких поправок возникла только сейчас, несмотря на то, что действует закон с октября прошлого года. Когда мы получили расчеты за февраль-март от Московского индустриального банка, столкнулись с тем, что в предыдущих заявлениях было написано «кирпичный дом», а то та же фамилия, следующая за февраль получилась, она «блочный дом». Стали задаваться вопросом, а почему разные? Вот если был, допустим, дом такой, стал дом такой. Оказывается, в Росреестре есть через запятую разные конструктивы. И они в одном возмещении написали так, вдруг, когда мы запросили, оказалось, что действительно конструктив не совсем соответствует закону. Это появилось только сейчас. По февралю мы должны отказать 27 семьям в возмещении процентов. Без того, что они либо совмещенные конструктивы. На заседании комиссии было принято решение доработать закон с учетом поправок с применением обратной силы и вынести его на ближайшую сессию для принятия во втором чтении. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Не допускать срыва сроков ввода жилья. Глава региона Александр Цибольский поручил руководству профильного окружного ведомства провести работу с подрядной организацией строящегося 10-ти секционного многоквартирного дома в микрорайоне авиаторов и усилить контроль за графиком выполнения работ. Первые три секции этого дома должны были сдать в эксплуатацию еще в ноябре прошлого года. По словам исполняющего обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ Александра Лидера, строительство трех секций сейчас в завершающей стадии. Строители ведут внутренние работы – заливку полов, окраску потолков, оклейку обоев, установку дверей и сантехники, а также завершают устройство вентилируемого фасада. Три секции, они были договорительными приняты, имеются замечания по ним, и мы очень сильно рассчитываем, что до конца месяца все изначально по трем секциям будут устремлены. Остальные секции пока на сегодняшний момент идут в составе в месяц. Также Александр Лидер доложил о строительстве 47-квартирного дома по улице Доковылки. По его словам, строители готовы перейти в более интенсивную стадию выполнения работ. Фундамент залит, идут работы. Сейчас они перейдут в другую стадию, более интенсивные, поскольку погодные условия позволяют заливать бетон с прогревом. Но хочу отметить, что на этот дом уже полностью изготовлены панели. И еще два жилых дома округ строят в поселке Искатели по улице Поморская. Сейчас подрядная организация начинает внутреннюю отделку квартир. Глава региона Александр Цибульский обратил внимание руководителя строительного блока администрации на недопустимость срывов сроков сдачи жилья. Городские коммунальщики стали вывозить больше снега с улиц Наринмара. Об этом сообщил мэр города Олег Белак на совещании главы региона. Согласно статистике, приведенной градоначальником, в январе Чистый город вывез порядка 8,5 тысяч кубометров снега, а в марте 11,5 тысяч кубометров. Таким образом, за три месяца вывоз снега с улицы Кружной столицы увеличился почти на 39%. Говоря о динамике в работе городских коммунальщиков, Олег Белак подчеркнул, что в этом году осадков выпадает больше, чем в прошлые годы. Положительного результата, по мнению мэра, удалось добиться за счет увеличения интенсивности проводимой работы. Задействована вся техника, которая есть в распоряжении Чистого города. Работы ведутся в две смены. Глава региона отметил работу муниципалитета и Чистого города. При этом Александр Цибульский попросил не забывать про важность уборки не только центральных микрорайонов. Сейчас центр города начал убираться, но окраина, кажется, плохо, и жители на это очень сильно жалуются. Очень много обращений ко мне по этому поводу. Наваленные кучи, которые не разводятся, если есть объективная причина, давайте ее как-то решать. Планово в довольно быстром режиме, потому что, может, я ошибаюсь, у меня поправится. Чем больше снега в зимний период мы вывезем, тем меньше последствий с точки зрения воды мы получим в весенний период оттаяния снега. С учетом отсутствия линии организации для нас эта проблема весьма существенная. Мы видим, что вот эти двудневные потепления привело к тому, что весь город поднялся в кровь и летает. Теперь, значит, ну, ходить по нему стало очень непросто. В Рео губернатор НАУ также рекомендовал мэрии активнее увеличивать парк муниципального предприятия, покупать современную и эффективную коммунальную технику, которая могла бы повысить его производительность. Подвезены итоги конкурса в кадровый резерв органов власти Ненецкого округа. Заключительные испытания для потенциальных резервистов завершились на минувшей неделе. Всего на конкурс поступило 155 заявлений от 82 жителей округа. По итогам двух этапов конкурса победу одержали 23 жителя региона. Все они включены в кадровый резерв по старшей и ведущей группам должностей. При появлении соответствующих группам вакансий в органах власти любой из этих резервистов может быть принят на госслужбу. Речь идет о назначении на должности специалистов-экспертов, ведущих или главных консультантов, начальников секторов. Первое назначение из числа новобранцев-резервистов уже состоялось. С понедельника молодой юрист вышел на работу в правовое управление аппарата администрации НАУ. Так и не состоялся конкурс в кадровый резерв в четыре ведомства. Департамент природных ресурсов, экология, агропромышленного комплекса, Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения, Гострый жилнадзор и Государственную инспекцию по ветеринарии. Кроме того, в конкурсе не были выявлены победители в образовательном блоке, несмотря на то, что в кадровый резерв Департамента образования, культуры и спорта НАУ заявились девять человек. Самыми популярными по числу заявлений, 52, стал экономический блок, Департамент финансов и экономики НАУ и Управление по госрегулированию цен тарифов Неницкого округа. В кадровый резерв в эти органы власти вошли по четыре человека. Из-за гриппа и ОРВИ школы Неницкого округа закрыты на карантин. Учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учреждениях городской и сельской местности приостанавливается с 17 по 23 апреля включительно. Соответствующее предписание вынесено главным государственным санитарным врачом по Неницкому округу. На данный период также приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях для детей в учреждениях культуры. Кроме того, Департамент образования, культуры и спорта НАУ распорядился на период карантина отменить все групповые занятия в секциях и кружках учреждений дополнительного образования. Меры принимаются для предотвращения формирования очагов заболевания респираторными инфекциями. Как пояснили в Департаменте образования, культуры и спорта НАУ, занятия по общеобразовательным программам продолжатся в дистанционной форме. Через интернет школьники будут получать домашние задания. Как отмечают в Роспотребнадзоре по НАУ, в предыдущую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 955 человек. Отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости среди совокупного населения в целом по округу на 54,7%. Почти в три раза превышение эпид-порога отмечено в возрастной категории от 7 до 14 лет. За неделю количество заболевших увеличилось на 10,5%. Кроме того, по данным ведомства, за апрель текущего года в округе лабораторно подтверждено 10 случаев гриппа типа А. В 9 случаях из 10 заболевшие не были привиты против гриппа. На первомайской демонстрации выберут самую оригинальную праздничную колонну трудового коллектива. 1 мая в окружной столице состоится традиционное массовое шествие и митинг-концерт, приуроченный к празднику весны и труда. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 100 трудовых коллективов. Шествие традиционно начнется на улице Смедовича и завершится концертом на площади Маратсей. Оценка оформления праздничной колонны будет проводиться конкурсной комиссией. Среди критериев оценки – тематическая выдержанность оформления, посвященная году добровольчества и году оленеводства, оригинальность оформления, отражение специфики работы организации, художественное и звуковое оформление. Победителя объявят сразу после шествия, во время проведения митинга-концерта. В 2017 году самой лучшей стала колонна коллектива Ненецкой специальной коррекционной школы-интерната. В прошлом году на митинг и шествие вышли 119 организаций. Всего участниками стали более 2,5 тысяч человек. В настоящее время в аппарате администрации НАУ открыт прием заявок от организации на участие в мероприятии. Он продлится до 20 апреля. Заявки принимаются в письменной форме. Такова информационная картина к этому часу. Напомню, наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.